Дотея с карбоновой вилкой показалась мне не очень прикольной, потому что дропауты здесь никак не отторцованы, и все-таки я собираюсь катать немножко по грунтам, с таким большущим хоботом тоже неинтересно. Поэтому я сейчас заказал цитановую вилку, такого форма, типа 29-й. По высоте она будет, ну, чуть пониже, конечно. Весит 720 грамм. Сейчас буду собирать, покажу, что получилось. Переднее колесо у меня на втулке American Classic под 15-ю ось. Весит колесо в сборе на вот таком вот ободе, мощном, 955 грамм. Дальше не выдерживает меня бескамерная лента, которая здесь была с завода, пробила. Сейчас я сюда намотаю обычную ленту, чтобы было все хорошо. Чтобы поставить в обычную вилку, есть вот такой переходничок китайский. Он вставляется просто в центр и дальше собирается на эксцентрик. Потому что у нас на вилке, у нас же обычные дропауты, такие вот проточенные, хорошо качественно проточенные дропауты. Соответственно, чтобы поставить под эксцентрик, нужно сделать переходник. И опять же винтики. Винтики были у нас очень хорошие, классные. Вот такие вот винтики, но не выдерживают они. Уже, получается, третье или четвертое выкручивание начало срывать. Сейчас пришлось высверливать и экстрактором доставать вот этот винтик. Собираем. Адаптер просто вставляется в ось и превращает нашу пустотелую ось под ось под эксцентрик, под обычный. И вот винтики, вот эти китайские винты я поставил. Вот это вот оригинальный American Classic. То есть видно, насколько здесь шире резьба, чем здесь. Китайские тоже очень даже неплохие. Карбоновая вилка весит 515 грамм. На целых 200 грамм легче. Но мне не нравятся вот эти посадочные места, которые я точил напильником, чтобы сюда эксцентрик зашел. Потому что здесь нету алюминиевых вставок. Поэтому достаточно страшно на этом кататься. Это только для шоссе, мне кажется. Вес колеса в сборе с покрышкой 1,9 килограмма примерно. И вот так вот это будет сейчас выглядеть. Мне кажется, очень даже симпатично смотрятся. Огромные зазоры. Не знаю, как сюда ставить крыло, если оно понадобится. То есть здесь вилка явно не по 29-ю резину, а по 36-ю. В общем, идея с переходником не прокатила. Потому что вот у этой проставки есть люфт. И он зажимается только за счет цельной оси через вилку. Через адаптер он все равно люфтит. И тормоз не получится настроить. Сейчас поставим обычное колесо на промах. Вот это к вопросу об износе звездочек. Как видите, звездочки полностью изношены. Пробег у велосипеда, наверное, тысячам к десяти уже подходит. Вторая цепь. Цепь из помойки. Я думаю, что еще тысяч десять я поезжу на этой звездочке. Что-то еще маленькие, бро или менее живые. Странный звук от стулки. Внутри что-то типа квантового мотора. Вот так я езжу. То есть у меня спереди звезда на 44 из помойки. Дальше цепь из помойки. Я езжу на самый большой. С таким гигантским перекосом. Никогда так не делайте. Потому что переклювку плохо. Переклювка у звездочки уже фиговую. Я думаю, что я еще так лет пять поезжу. А вы так не делаете. Потому что так неправильно. С таким большим перекосом. Когда у меня совсем звездочка умрет. Я поставлю сюда звездочку на 38. И уйду вот на эти звезды. Или даже на 36 поставлю. И вот эти звезды будут докатывать. Следующая цепь из помойки. Если мне кто-нибудь ее подарит. У этой цепи из помойки износ был 75%. Я уже на ней проехал, наверное, тысячи три-три с половиной. Все. Гиганты готовы. Сейчас будем тестировать. Такое изделие получилось. По-хорошему здесь надо поставить нормальную чашку. Обычную. Потому что здесь конусная была вилка. И вилка сейчас стоит через переходник. Через адаптер. Потому что так будет, наверное, посимпатичнее смотреться, если будет обычная чашечка стоять. Что-то не пружинит эта вилка. Совсем. Не так, как рапидовская, тритоновская, титан. Это что-то совсем не пружинит. Просто жесткая ригитка. Велосипед легче не стал. По сайту он весит 12,5 килограмм. Сейчас вместе с багажником он весит у меня 14. По идее, поставив ригитку, я должен был сбросить килограмма два. А велик весит 14. Да, рога очень тяжелые. Рога весит на около килограмма. Такие большие эргономики. Руль здесь китайский, тяжелый. Вынос тяжелый. Ручки, текра. Здесь изначально все было ричи. Очень легкая. В общем, вот такой комплектации. 14 килограмм. Я получаю велик на ригитке. И он не пружинит. И он не пружинит.